Сегодня день рождения герой Советского Союза Ивана Солтеса. Уроженец села Кузьмин Каменского района в феврале 45-го повторил подвиг Александра Матросова. Он закрыл грудью амбразуру Дзота. Было это в бою у польского городка Луизенталь. Солтес родился в 1923 году. У него украинские и русские корни. В метрике был записан как Иван. Во многих источниках он фигурирует как Ион. По некоторым данным, в советское время эту форму имени стали использовать, чтобы показать. Герои были разных национальностей, в том числе молдаване. Война для Солтеса началась с подпольной работы. В 17 лет он печатал листовки свистями с фронта. Потом подался в партизаны. В 44-м призвали в армию. В бою у родного села Кузьмин под Каменкой Ивана ранили. Он два месяца лежал в госпитале. Когда вылечился, его направили в 548-й стрелковый полк. С ним Солтес дошел до Польши. Наши войска прорвали оборону противника у реки Бубр. Форсирование прикрывало рота Солтеса. Когда отзор противника начал мешать атаке пехоты, пулеметчик из Приднестровья ценой жизни помог подразделению выполнить боевую задачу. Ивану был всего 21 год. Звание Герой Советского Союза он удостоен посмертно. В доме, где родился Солтес, открыт музей. Где могила Солтеса стала известна примерно 5 лет назад, следы героя затерялись в Польше. После долгих исследований и работы в архивах установлено, что Солтес погребен в городе Болеславце. Землю с его могилы привезли в родное село Кузьмин. Снимок Солтеса-школьника с помощью ретуши и специальной обработки превратили в официальный портрет советского героя. Когда в селе Ивану ставили памятник, решили не делать его похожим на прототип. Это собирательный образ солдата. Спасибо. Спасибо. Спасибо.